В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. По всему Подмосковье проходит экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Нам надо, чтобы дети выходили и видели лес. Мы хотим чистый воздух. Почти 600 сигнализаторов загазовности установлены в муниципальных квартирах округа. Если, не дай бог, у вас произойдет утечка газа, то сигнализатор будет делать вот так. Завершился чемпионат России по мотоболу 2022 года. Обидно, конечно, что в юбилей клуба мы не стали первыми, но тем не менее. Экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно уже в течение 9 лет. В Ленинском округе мероприятие стартовало в сквере на улице Фокина, где побывала наша съемочная группа. Тему продолжит Наталья Буслаева. Традиционная акция «Наш лес, посади свое дерево» стартовала в Ленинском городском округе. Первая площадка – сквер на улице Фокина. Открытие экологического мероприятия прошло в торжественной обстановке. Для участников акции был организован настоящий праздник с развлечениями и угощениями. У нас развиваются новые микрорайоны и требуют озеленения. Сегодня на данной акции нами определены 30 площадок. Все 30 площадок исключительно были выбраны вами, нашими жителями. Мы максимально постарались учесть все ваши пожелания, какие деревья хотите, где их необходимо нам будет посадить. Это сквер у нас большое, место общественное, где постоянно гуляют жители, где проводятся мероприятия администрации. Но вместе с тем здесь не хватало что-то, а именно озеленения. Такого масштабного, красивого, рядом детский садик, дорога. И хотелось какое-то более тенистого такого места. И они выступили с инициативой, обратились к нам. Но мы, соответственно, в отдел экологии. И сегодня родился такой праздник для всех. Местные жительницы Юлия Радаева и Валентина Митрофанова очень рады, что центральной площадкой для посадок был выбран сквер на улице Фокина. Ведь они неоднократно обращались к властям с просьбой увеличить количество зеленых зон в их микрорайоне. Мы год назад обратились с просьбой, что наш микрорайон совсем не озеленяли здесь. Шесть лет наш застройщик, вот как посадили деревья, больше, ну, совсем мало было высажено. И вот нас услышали. Мы очень рады. Надеемся, что дальше будет продолжение. Нам надо, чтобы дети выходили и видели лес. Мы хотим чистый воздух. Мы за то, чтобы было красиво. И чтобы в нашем районе была настоящая осень. Мы не видим осени в шестом микрорайоне. Это смешно, но это правда. Все участники акции были обеспечены перчатками, ведрами и лопатами. Начинающим садоводам специалисты подсказывали, как правильно сажать дерево или кустарник. Первый раз. Мне очень все понравилось. Было довольно весело. Многие жители приходили большой компанией с друзьями и родственниками. Семья Лаевских-Гуменюк решили посадить свое дерево. Выбор пал на рябину. Рябина яркая, красная, напоминает свет солнца. И даже, когда будет пасмурно, все равно будет какая-то частичка тепла от нее исходить. Мы решили семьей, нашей семьей Гуменюков-Лаевских, посадить сегодня свое дерево. Вообще мы приехали из Белоруссии и хотелось бы оставить свой глубокий след здесь, на российской земле. Также активно сажали деревья и учащиеся Витновской школы номер 10. Мне очень понравилось сажать деревья. Я очень рада, что у нас от всего класса появилось. Я очень люблю сажать деревья. Мне очень понравилось сажать. И мы сделали это с нашего класса. Они с удовольствием откликаются на каждую акцию. И мы всегда совместно, целой командой принимаем участие во всех акциях. Недавно была акция «Лес победы», мы также принимали активное участие. Во время проведения акции в сквере на улице Фокина было высажено 260 саженцев рябины, клёна, сирени и других растений. Деревья и кустарники – это все закупаются централизованно, администрация Ленинского городского округа. И где-то участвуют дополнительно к тем саженцам, которые я уже обозначил. И управляющие компании, они тоже стараются в этот период тоже закупить свои саженцы. Но сажают их наши жители. И, соответственно, саженцы тоже закупаются в соответствии с пожеланиями жителей. Областная экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево» в Ленинском городском округе продлится до конца сентября. За две недели на 30 площадках муниципалитета будет высажено порядка 3000 саженцев, деревьев и кустарников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Сигнализаторы загазованности, которые предлагают устанавливать в квартирах – это не прихоть или дань моде. Сегодня это необходимость. Прибор предупредит вовремя в случае утечки газа и поможет избежать беды. В Ленинском округе в нынешнем году их установили уже почти в шести сотнях квартир. Татьяна Бролова продолжит тему. Людмила Рубан говорит, теперь буду жить спокойнее. В ее квартире установили сигнализатор загазованности. Вся процедура заняла ровно три минуты. Смотрите, в штатном режиме будет гореть только одна зеленая лампочка. Если, не дай бог, у вас произойдет утечка газа, то сигнализатор будет делать вот так. Обеспечить жителям муниципальных квартир сигнализаторами загазованности – такое решение приняла администрация Ленинского городского округа. Жителям предлагается два вида сигнализаторов. Первый, вот как в данном случае, в помещении, в котором эксплуатируется газовое оборудование, устанавливается сигнализатор, который при концентрации газа равный или превышающий значение порог, срабатывает все индикаторы и потом следует звуковой сигнал. Во втором же варианте, после крана на опуске, перед газовым прибором монтируется специальный клапан, который в автоматическом режиме перекрывает подачу газа, если, как и в первом варианте, концентрация газа приближается к опасной. Очень благодарна за то, что мне установили датчик теперь. Буду жить спокойно. Это просто необходимо, да, особенно в нашей жизни теперь. Те, кто хочет поставить газовый сигнализатор, может обратиться в управляющую компанию ЖКХ или напрямую в промгазэнергосервис и подать заявку. Очень много мошенников представляется работниками газовой службы и предлагает свои услуги за очень огромные деньги. Все сотрудники промгазэнергосервиса работают в спецодежде, имеют удостоверение и, самое главное, установку сигнализаторов проводят бесплатно. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Зажигательный праздник подготовили для местных жителей сотрудники муниципального центра культуры поселка Совкоза имени Ленина. Мастер-классы, бесплатные угощения, лотереи, даже изготовление памятных монет. Каждый мог найти развлечение на свой вкус. Мероприятие было посвящено Дню поселка. Побывала на нем наша съемочная группа. Площадь перед Домом культуры – традиционное место проведения различных праздничных мероприятий в поселке Совхоза имени Ленина. Открыли праздник представители руководства округа, Совета депутатов и территориального отдела «Картинский». У нас с вами развивается поселок, у нас с вами развиваются детские кружки, у нас с вами развивается социальная структура, у нас с вами развивается благоустройство. И это только благодаря тому, что мы делаем вместе. Активным жителям поселка вручили благодарности от Совета депутатов и руководства муниципалитета. Среди награжденных Татьяна Балашова, председатель местной ветеранской организации и руководитель клуба «Золотая осень», созданного для пожилых людей. Это семья. Понимаете, общение с пожилыми, своими сверстниками, обсуждение разных ими политических моментов жизни страны, и также культурных жизней страны – это очень-очень важно. Для пришедших на праздник были подготовлены самые разнообразные развлечения. Можно было даже самостоятельно изготовить памятную медаль. В организации различных мастер-классов приняли участие и творческие заведения из других поселений. Мы очень хорошо дружим с поселком Совхозом Неленина и с Центром культуры Совхозом Неленина. Ну а в чем проявляется эта дружба, если можно? Они помогают нам на мероприятиях очень активно, а мы помогаем их, и мы очень их любим. Жителей и гостей поселка ждала большая концертная программа. В ней приняли участие как коллективы муниципального Центра культуры, так и приглашенные звезды. Никто не скучал. Благодаря тому, что поселок разрастался за последние несколько лет, конечно, и жителей много, и детей много, и наши праздники проводятся намного масштабнее, интереснее и весело всем. Житель поселка, участник ансамбля «Терек» Кирилл Наумкин хорошо известен землякам как певец и исполнитель на народных инструментах. Знают его и во многих уголках России, правда, в другом качестве. Я сам церковный звонарь, выступаю на многих фестивалях колокольного звона. Также можете меня увидеть в Суздале, ежегодно появляюсь в рамках фестиваля «Лето Господне», в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Невские звоны», где еще в Великом Новгороде. В общем, путешествую по всей России. История поселка совхоза имени Ленина началась в 1918 году. И если в 2002 численность населения составляла чуть больше 3000 человек, то сейчас их уже более 7000. Новых жителей привлекает развитая инфраструктура поселка, ухоженные улицы и дома. Дорогие жители, дорогие наши жители, хочу поздравить вас с праздником. Хочу пожелать нашему поселку процветания, чтобы с каждым годом он становился краше. Бюта, комфорта и благополучия. С праздником! Закончилось мероприятие праздничным фейерверком. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В выходные завершился чемпионат России по мотоболу 2022 года. Три финальные игры прошли в Видном. Неожиданный поворот для болельщиков команды «Металлург», которая на этот раз взяла только серебро. Об итогах последних встреч сезона расскажет Юлия Погасьян. В рамках первого из трех финальных матчей чемпионата России на поле встретились главные соперники отечественного мотобола команды «Металлург» и «Голос». Ипатовцы уже предвкушали, как будут держать хрустальную вазу победителей. Ведь по итогу предыдущих встреч плей-оффа гости из Ставрополья шли с опережением по очкам. Поэтому особо и не старались показать красивую игру. Вдобавок лидер клуба Сергей Крошко в очередной раз продемонстрировал неспортивное поведение и даже не вышел на приветствие. Не по-спортивному ребята поступили. Они выпустили второй состав. Зрители приходят смотреть на ведущих игроков членов сборной России. Они взяли и я лично этого не понимаю. Несмотря на то, что счет этого матча повлиять на итог чемпионата уже не мог, всю игру команда «Металлук» на поле держалась достойно. Результаты показывали и ветераны, и молодежь. Не испортила настроение и драйв. Даже ненастная дождливая погода. Погода все равно тоже дает о себе знать. Было тяжело, скользко. И Патова тоже второй состав показала себя, я думаю. А мы давно сидели уже из чемпионата, из кубка. Молодежь все рвалась вперед и хотела показать себя. И вот дали шанс показать себя и забили голы. В итоге встреча закончилась со счетом 11-1 в пользу ведновчан. Обидно было. И там вели, и в второй игре вели. 2-0. Потом в третий период 3-1 вели. Не знаю, почему так получилось. Хотя знаю, конечно, но не довели до конца. Ну и, конечно, госпожа удача куда-то улетела. Сегодня, конечно, готовились. Готовились очень серьезно. Получилась легкая победа такая. На стадионе «Металлург» моторы шумели все выходные. В субботу ставропольцы играли с игрокомплексом из Краснодарского края. Одержали победу со счетом 4-1. А в воскресенье с той же кубанской командой видновские спортсмены провели завершающий матч, обыграв гостей с результатом 9-1. Спорт есть спорт, понимаешь. Говорят, ну, как говорят, мяч круглый, поле ровное, всем одинаково. Обидно, конечно, что в юбилей клуба мы не стали первыми, но тем не менее. Я говорю, мы бы стали в 35-й раз, а «Колос» за всю историю второй. Поэтому для большого мотобола это, конечно, в принципе, неплохо. То есть появилась команда, которая соперничает. Руководство видновского «Металлурга» намерено учесть все ошибки нынешнего сезона и увеличить количество тренировок, чтобы в следующем году вернуть команде звание чемпионов России по мотоболу. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!